здравствуйте уважаемые коллеги извините за такую техническую накладку вот сегодня мы с вами поговорим о узелках в легких которые мы можем случайно обнаружить но поскольку в предыдущих уже докладах мы говорили о скрининге рака легкого здесь мы коснемся двух вещей это то что используется при скрининге а также то что мы можем использовать в практической работе актуальность тема обусловлена тем что увеличивает разрешающая способность аппаратов выпускаемых проводятся скрининговые программы но и в целом выявление узелков шире стал использоваться метод компьютерной томографии поэтому в целом выявляемость узелков возросла вот в разных скрининговых программах от 60 до 92 процентов со временем это выявляемость увеличивается узловые структуры легких это участок уплотнение отграничено от окружающей легочной паренхимы отечественные рентгенологи традиционно выделяют то что диаметром до до 15 миллиметров как очаг а то что 15 30 иногда 40 миллиметров как фокус на зарубежные коллеги считают что то что диаметром до 30 миллиметров и можно назвать языком но что нам на что нам нужно обращать внимание когда мы проводим дифференциальный диагноз выявленных узелков но связь с плеврой расположение грудной клетки структуры узелка донистометрические показатели размер рост увеличение если мы проводим исследование динамики контуры окружающей ткани пример узловой структуры легких но здесь мы видим расположение субплевральное и также центральных отделах легкого может выделить узелки расположены около плеврой пели плевральной узелки здесь мы с вами видим разные варианты этих узелков они как видите могут быть как округлые так и угловатые и достаточно формы иногда причудливо с чем может быть связано вот так такие угловатые формы на этом слайде мы с вами видим вторичную дольку легочную и как видите она обведена здесь цветом как видите она достаточно угловатая здесь пример пели плевральных узелков вот как раз треугольная форма узелок и угловатый узелок то есть это вполне может быть вторичной долькой еще один пример переплевральных узелков точно также мы видим в данном случае такую некоторую угловатость ну а вот здесь с левой стороны это правая легкая пациента и этого же пациента левая легкая мы с вами сейчас видим первое исследование и и второе исследование которое было выполнено через три месяца как видите узелок в правом легком остался абсолютно неизменным а в левом легком мы видим рост опухоли который за это время увеличилось также выделяю группы пели плевральных узелков вероятно которые могут быть пели около плевра но может быть чем-то другим являться но в данном случае мы видим с вами узелок который с двух сторон от плевра располагается это имеется ввиду междолевая плевра или узелки угловатой формы но расположены на некотором отдалении от плевры и очевидно не переплевральные узелки это узелки которые либо спекуловидные спекуловидные либо они лишь малой части своей относятся к плевре очень важная особенность пели плевральных узелков в том что их быстрый рост не является указательной злокачественности но здесь приведены исследования которые были исследования нельсон и ни одного из пациентов увеличившийся узелок не являлся малинизированным по структуре узелков можно выделить три группы первая группа это солидные узелки вот мы с вами видим пример солидного узелка еще варианты узелков солидных то есть они однородные по структуре по структуре в них могут конечно быть какие-то включения но они так скажем мягко-катанной плотности да следующий вариант узелков субсолидные или частично солидные в этом узелке мы видим как солидный компонент так и часть плотнение по типу матового стекла а вот пример подобного узелка здесь мы видим сами в центральных отделах плотные участки и зона матового стекла по периферии еще один пример узелка здесь точно так же мы видим с вами плотные солидные компоненты и зон матового стекла вокруг следующий тип узелков представлены полностью матовым стеклом полностью матовым стеклом вот подобный узелок да здесь мы видим просто элементы легочной ткани и зон матового стекла еще один пример для рекомендации сегодня мы с вами обсудим рекомендации по наблюдению как я уже сказал выше который используется во-первых скрининговых исследованиях и во вторых которые можно использовать практической работе простого врача но мы коснемся лантрадз и рекомендации общества ракальной радиологии флешнера начнем с вами с лантрадз сейчас действует редакция 2019 года эта система позволяющая стандартизировать заключение ктс и дальнейшую тактику введения пациентов участвующих в исследованиях по скринингу рака легкого вот так и так представлены в виде таблицы эти рекомендации но естественно что здесь ничего не видно мы сейчас разберем подробнее прежде чем разбирать эти категории нужно говорится о примечаниях первый такой постулат что отсутствие видимых узелков не означает что у человека нет рака легких для измерения среднего диаметра узелка используют короткую ось до десяток после запятой и средний размер указывают длину и короткую ось а средний размер указывают до десятка после запятой пороговые размеры применяется к узелкам при первом обнаружении и от них исчисляется рост и переход следующей категории но рост считается увеличением размеров от полутора миллиметров или два миллиметра кубических категория узелков указывается по наибольшему или потому звуку которые имеют наихудшую категорию каждой категории может быть добавлено из категории и диагноза легких поставок пациенту диагностировали как легких дальше исследование выполняется уже не скрининговые а для стадирования отрицательным скринингом является установление первой и второй категории положительно установление третьей и четвертой категории категории 4bb основывается на вероятность локальности процесс порядок данных о пациенте а а категория 4x это появление высоко высоко подозрительных на организацию появление спик удвоение размера узелков в течение года увеличение лимфатических узлов категория 3 и 4a которые не меняются в интервале kt должны быть закодированы как категории 2 и люди возвращаются скрининг через 12 месяцев ну а для скрининга используется низкодозовая компьютерография вот что из себя представляет категория 0 нет данных для сравнения невозможности оценки состояния легких то есть в данном случае необходимо дополнительное исследование или предоставление предыдущего исследования 1 в легких отсутствуют узелки либо это узелки с специфическим обозрительным либо полностью кальцинированные ну или такие как центральных обозрительных отделов по типу порно содержащий жир этим пациентам проводят дальнейший скрининг через 12 месяцев категория 2 доброкачественные узелки в данном случае узелки мы с высокой долей вероятности добра качественными и ведут себя как добра качественными но перефисуральный узелок солидные узелки и менее 6 миллиметров и появление нового узелка менее 4 миллиметров частично солидный узелок в наибольшем измерении менее 6 миллиметров не солидный узелок этим пациентам проводят ежегодный скрининг через 12 месяцев после мандекаты третья категория вероятно доброкачественные у этих пациентов низкая вероятность злокачественности из-за размера или отсутствия роста но сюда относятся узелки солидные более или равно 6 миллиметров но менее 8 миллиметров наибольшем измерении частично солидные узелки общим диаметром более 6 миллиметров солидным компонентом менее 6 миллиметров или появление нового узелка менее 6 миллиметров и не солидные узелки более или равно 20 миллиметров этим пациентам выполняется повторный след не через 6 месяцев категория 4а подозрительные в данном случае пациентам необходима дополнительная диагностика это солидные узелки которые превышают размер 8 миллиметров но менее 15 миллиметров в наибольшем измерении частично солидный узелок общим размером более 6 миллиметров солидным компонентом более или равно 6 миллиметров но менее 8 миллиметров и эндобархиальные узлы этим пациентам выполняется контроль через три месяца низкой дозовой компьютерной домографии или рекомендуется выполнение ПЭТ-КТ при солидном компоненте более 8 миллиметров следующая категория 4b очень подозрительная необходима дополнительная диагностика или биопсия солидные узелки более 15 миллиметров наибольшим размером частично солидные узелки с солидным компонентом превышающим 8 миллиметров или рост узелков с появлением для увеличения солидного компонента узелки 3-4 категории с дополнительными особенностями то есть увеличиваем подозрение на злокачественность что рекомендуется для этой категории пациентов КТ грудной клетки с контрастом или без возможного выполнения ПЭТ-КТ биопсии при достаточном размере узелков появляемых но в данном случае если размер солидного компонента превышает 8 миллиметров категория S это другие клинические знания и потенциальные клинические значимые данные добавляются к другим категориям и действия у этих пациентов соответствует основной категории в данном случае мы с вами видим такой калькулятор помогающий нам оценить дополнительные риски и еще один калькулятор использующий модель брока учитывая вероятность диагностирования для рака легкого при наблюдении в течение 2-4 лет соответственно здесь вносится данные о возрасте поле пациента размере узелков но и в итоге нам дается процент вероятности развития рака пример узелка мужчина 60 лет не курит узелок средним размером 6 миллиметров но по размеру этот узелок относится к 3 категории вероятно доброкачественной то есть данному пациенту необходимо выполнение ДКТ через 6 месяцев женщина 59 лет узелок средним размером 6 миллиметров категория 4Х по размеру 3 категория с учетом спикул по размеру 3 категория но с учетом спикул у нас 4Х категория очень подозрительной рекомендации общества Фейлишнера эти рекомендации разработаны для использования пациентов с случайно выявленными узелками возраст которых старше 35 лет очень важное замечание что эти пациенты не должны являться онкологическими но вот здесь как раз дальше показано что они не применяются пациентам 35 лет и младше наличие выявленной онкологической педологии тоже не позволяет нам их использовать иммунокомпрометированные пациенты не подходят в эту группу и участие скринингера легкого потому что там используют другие критерии какие необходимо соблюдать условия для того чтобы мы могли использовать эти рекомендации сканирование с толщиной реконструкции менее или равно 1,5 мм округление числа получено измерение до целого ну например 3,5 до 4 узлы измеряются обычно в аксиальной плоскости из двух размеров получают среднее значение в субсолидных узлах измеряется отдельно золотоматого стекла и солидная часть если солидных частей несколько учитывают размер наибольший а в пиклообразных узлах измерение проводят только в солидной части пример измерения пример измерения субсолидного узла значит мы с вами видим здесь измерения как зона матового стекла так и солидного компонента дальше выделяется 2 2 вероятность развития рака это низкая вероятность до 5 процентов низкий риск молодой возраст пациенты не курят маленький узелок ровные края локализация на чем верхняя доля и высокий риск это пациенты пожилого возраста курящие есть рак семейном анамнезе большой узелок неровные края локализация верхняя доля в этой таблице представлены те рекомендации которые касаются солидных узлов значит для пациентов они разделены на одиночные очереди и множественные и также в каждой группе пациенты с низким риском и с высоким риском как мы с вами видим менее 6 миллиметров узелки у пациентов с низким риском наблюдения не проводятся у пациентов с высоким риском возможно но не обязательно через 12 месяцев это то что касается единичных узелков 6-8 миллиметров КТ каждые 6-12 месяцев затем решение вопроса КТ через 18-24 месяца при низком при низком риске ну собственно говоря при высоком риске КТ через 12 месяцев и дальше КТ уже не решение вопроса обязательно через 18-24 месяца узелки размером более 8 миллиметров выбрать КТ через 3 месяца или ПКТ или пункция это касается как пациентов с низким риском так и с высоким риском то что касается множественных узелков при низком риске точно так же если они менее 6 миллиметров то наблюдение не проводится если высокий риск развития рака то наблюдение возможно но не обязательно при размере узелков от 6 до 8 миллиметров у пациентов с низким риском развития рака через 3-6 месяцев затем решение вопроса КТ через 18-24 месяца при высоком риске через 3 месяца или 6 месяцев а затем КТ через 18-24 месяца но и при больших узелках более 8 миллиметров проводится КТ через 3-6 месяцев как у пациентов с низким риском так и с высоким риском и затем КТ через 18-24 месяца субсолидные узелки в этой же таблице также представлены узелки являющиеся матовым стеклом то есть самостоятельно если это единичные одиночные узелки и их размеры менее 6 миллиметров то наблюдение обычно не проводится а если это если это одиночные узелки размером более 6 миллиметров то КТ-контроль через 6-12 месяцев в данном случае если это зона матового стекла через 6-12 месяцев и через 3-6 месяцев если это солидная часть узелка при множественности выявленных субсолидных узелков в виде матового стекла КТ-контроль через 3-6 месяцев если картина стабильна решение вопроса КТ через 2-4 года если это узелки большие больше 6 миллиметров то КТ через 3-6 месяцев далее тактика определяется на более подозрительным узелком множественные узелки менее 6 миллиметров в данной категории обычно доброкачественные пример узелка в виде матового стекла вот мы видим сам узелок через 6 месяцев задуманного патторного исследования никакой динамики нет еще один узелок в виде матового стекла исследований через 12 месяцев точно так же никакой динамики мы не обнаруживаем пример взято специальное исследование которое мы видели с вами как пример лангкратс вот для того чтобы мы увидели что немножко по-другому тактика введения пациентов в данном случае пожилой возраст является высоким риском развития рака категория через 12 месяцев засеком категория через 18-24 месяца еще один пациент женщина 59 лет узелок средним размером 6 миллиметров неровные контуры узелка говорят о высоком риске развития рака формально категория через 12 месяцев зачем категория через 18-24 месяца но в данном случае высокая вероятность высокое подозрение на злокачественный процесс поэтому необходимо направить пациента к онкологу спасибо за внимание спасибо 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 спасибо